Сегодня стало известно, что в отношении главы Крыгысской диаспоры в Якутии возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», совершенной группа лиц по предварительному сговору. Как пишет российская пресса со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности России по республике Якутия, по этому делу он проходит не один. Жительница Якутска помогала ему в этом. По версии следствия, подозреваемые сами искали мигрантов, которым требовалось встать на миграционный учет, сами же и подбирали людей или компании, которые соглашались выступить принимающей стороной. Помогали выходцам из Центральной Азии за деньги, плату распределяли между членами своей группы. Таким образом, при составлении миграционных документов, сведения на приезжих подавались недостоверными. Представителя кыргызской диаспоры Интымак задержали еще 3 декабря в кафе. В Якутске он работал таксистом. И сейчас как бы сказать, что да, он виноват, либо он занимался этой незаконной миграцией, не можем сказать. Но то, что он как лидер диаспоры, он с 17-го года является лидером диаспоры Интымак в Якутии. И как бы его работа как раз и заключалась в том, что он должен был проводить работу с нашими хрустанскими гражданами, осуществляющими трудовую деятельность. И то есть она предполагала, что он мог иметь, конечно, контакты с нашими гражданами, с их документами, мог оказываться в действии. По соответствующей проверке его отпустили. И по неофициальным данным он сейчас находится в Кыргызстане. И так как именно сегодня до сих пор не поступало официального уведомления о его задержании именно в адрес посольства, мы сейчас можем сказать, что он освобожден и он сейчас находится в Кыргызстане. Кстати, официального уведомления о возбуждении уголовного дела в отношении Бекбалиева посольство также не поступало. Отметим, что по законам Российской Федерации за то преступление, в чем обвиняет Джазбека Бекбалиева, предусмотрено наказание в виде решения свободы до 7 лет со штрафом в 500 тысяч рублей. В ассоциации за монтаж говорят, что в каждом городе России диаспоры помогают своим соотечественникам обустроиться там. Работодатели и те граждане, российские граждане, которые предоставляют свое жилье, они законно не оформляют из-за того, что они избегают налоги платить по разным причинам. Поэтому наши граждане вынуждены из-за необходимости, приходится нарушать закон. Лидеры диаспоры находят пути решения, договариваются с местными властями, правоохранительными органами, стараются не нарушать, все решить в рамках закона. По данным миграционной службы в Якутии находятся около 7 тысяч граждан Кыргызстана. Кстати, их интересы там представляют две диаспоры – Интымак и Манас. По некоторой информации, инцидент с привлечением Бекбалиева произошел из-за распри между ними.